всем доброго дня слышно меня хорошо отлично надеюсь что солнце тоже видно за гном прекрасно ну что я так понимаю что кто хотел тот в любом случае присоединился вовремя если кто-то опаздывает подключиться я предлагаю начать прекрасно спасибо большое я предлагаю начать нашу презентацию скажите кто-то был в прошлом году весной на нашей презентации мы делали также в рамках выставки профи travel кто-то знаком с нашим объектом видите впервые отлично ну тогда сегодня возможно что то новое вы узнаете о наших успехах и расскажу об особенностях апарт отелей что это за сегмент новый который сейчас набирает популярность среди туристов и очень такой удобный формат для путешественников с точки зрения безопасности комфортности и в целом для длительного проживания в том числе ну давайте начнем на заставке у нас очень красивая картинка это наш вид нашего апарт отеля догландс который расположен на васильевском острове как вы видите прекрасные открывается вид на лахта центр наивысшая точка в европе и газпром арена буквально 35 минут по заезда и вы находитесь на стадионе итак уникальные преимущества и в принципе в целом об объекте догландс который является одним из первых апарт отелей в санкт-петербурге наш апарт отель расположен как я сказала на васильевском острове и сертифицирован официально на четыре звезды это не просто апарт отеля мы по концепции и по предназначению скажем так для туристов в своем роде уникальные уникальность состоит не только в расположении и внешний вид как вы видите достаточно интересной концепция лофт пространство но есть дополнительные преимущества с точки зрения территории оснащения и качество строительства мы на расположен на васильевском острове этот район теперь называется новый петербург он не туристический но в принципе до центра и основных достопримечательностей буквально 15 минут на автомобиле или такси которая стоит в среднем 250 300 рублей до дворцовой площади до основных достопримечательностей в центре города что такое стиль лофт мы построены в стиле лофт и докландс в принципе название берет свое начало от доков великобритании то вы знаете заброшенные портовые помещения которые со временем стали использовать с коммерческой целью как пространство для каких-то событий для проведения каких-то событий потом для организации творческих пространств бизнес пространств ну вот эта концепция использования таких помещений в каком-то может быть достаточно заброшенном районе но созданием таких пространств конце предусматривалась концентрация каких-то сообществ или групп людей наш отель выполнен стиле лофт внешне это кирпичная кладка с высокими потолками огромными панорамными окнами позволяющими наслаждаться видом на него кирпич и бетон в отделке есть небольшой внутренний двор который в котором который является таким собственным миром что позволяло нам в пандемию это предлагает гостям некую такую замкнутость пространстве для того чтобы огородиться от внешнего мира который страдает этим заболеваниям всем известным прошлом году но это позволяло нам как раз привлечь клиентов для самоизоляции достаточно широкая инфраструктура на территории отеля есть паркинг подземный паркинг из наземный паркинг подземный паркинг пользуется спросом в зимний период в особенности но и люди которые уже не первый раз нас останавливаются туристы знают что это очень удобно с точки зрения заезда выхода из паркинга и поднять и можно подняться сразу на ресепшен или сразу номер минуя улицу небольшой скандинавский лес есть на территории детская площадка воркаут площадка ну и собственно территория даже где гости умудряются делать утренние пробежки есть выход к берегу невы буквально три шага и вы находитесь на берегу где можно любоваться закатами вот как на картинке представлена как я уже ранее сказала отель четыре звезды в прошлом году мы получили премию национально гостиничную премию как лучший апарт отель россии это наши новости наш новый статус которым мы гордимся также мы стали финалистами премии Russian hospitality award точно также в номинации апарт отель россии номерной фонд насчитывает порядка 170 175 апартаментов почему число не точно потому что это варьируется у каждого особенности апарт отеля заключается в том что у каждого апартамента есть свой собственник который передает управляющей компании свой апартамент в управление и мы как управляющая компания зарабатываем деньги собственнику апартамента вот поэтому меняется количество апартаментов управления кто-то приходит кто-то новый уходит и в связи с этим количество апартаментов различается в зависимости от периода сейчас на данный момент у нас в управлении 171 апартамент основная масса конечно это категории студия расскажу чуть позже по категориям более детально и есть премиальные категории которые люкс двухкомнатные однокомнатные премиальные категории с видовыми характеристиками вместимость апартаментов от двух до восьми человек и оснащение полное которыми более детально расскажу чуть позже включая кухню и полностью весь набор посуды и бытовой техники при строительстве доклад мы были открыты в 2018 году и до открытия во время строительства использовались очень высококачественные материалы как вы видите в отделке у нас использован кирпич было подсчитано сколько кирпичей использовалось в двух на два корпуса которые сейчас функционируют это 590 тысяч кирпичей ручной формовки кирпич был привезен из фамильного датского завода петерсон и по территории иногда можно встретить на кирпичах штамп вот этого фамильного завода что подтверждает подлинность производителя общая площадь остекления но вы видите что у нас панорамные окна в пол составляет 4555 килограмм квадратных метров и это как раз то преимущество нашего наших видовых апартаментов если это даже не совсем видовые на реку а вид во двор в любом случае панорамные окна в нашем петербурге позволяют увеличить добавить света в апартаменты особенно когда у нас наступает зимний период со светом в санкт-петербурге вы знаете может быть сложно очень рано темнеет но вот панорамные окна позволяют нам ощущать больше света в номерах на территории апарт-отеля также есть двор и сад скандинавский который заботу о котором берут на себя наши садовники и вы видите на фотографии что это очень чистый облагороженный ухоженный двор и территория где с большим удовольствием наши гости отдыхают и проводят время как я уже раньше сказала на территории апарт-отеля здесь расположена полностью вся инфраструктура есть ресторан в котором мы предоставляем завтраки гостям и также по меню можно пообедать или поужинать до в течение дня на территории открылся буквально недавно экспресс-фуд это еда на вынос в летнее время двор который расположен внутри объекта позволяет встретиться с друзьями или посидеть семьей точно также вынести на улицу из ресторана еду или заказать в экспресс-фуде и наслаждаться солнышком внутреннее наполнение вот сразу буду по ходу отвечать на вопросы если есть они задавайте чтобы потом не возвращаться или наца не забыть что-то внутреннее наполнение номеров в каждой категории единое то есть если это студия то внутреннее наполнение для всех студии одинаково если эта категория однокомнатные или двухкомнатные апартаменты в своей категории они идентичны вот как раз с вашим вопросом ольга мы перешли к характеристикам номерного фонда основное и самое общее это то что вот высокие потолки 3 метра высоту панорамные окна это тоже основное наше преимущество кирпичная окладка на стенах внешне и внутренне стильная многофункциональная мебель вся необходимая бытовая техника что касается студии это посудомоечная машина стиральная машина чайник микроволновка ну и соответственно плита полностью вся необходимая посуда имеется для приема пищи в том числе и для приготовления пищи то есть это и кастрюли сковородки и полностью вся стеклянная посуда которая потребуется для того для комфортного проживания в том числе и длительного на потолках просто штукатурка это тоже часть элемента лофт каждый номер оснащен телевидением у каждого апартамента свой индивидуальный вай фай что позволяет сохранять скорость каждому клиенту или каждому номеру и скорость это не делится с соседними апартаментами потому что в каждом апартаменте индивидуальный доступ и логины и пароли минимальная площадь номера 30 квадратных метров это как раз студия категория студия категории студии у нас под категории 3 это студия с видом во двор студия с видом на реку четвертый пятый шестой этаж и студии с панорамным видом на реку это апартаменты находить расположены на седьмом одиннадцатом этаже всего в корпусе 11 этажей очень просторные студии апартаменты с одной спальни с двумя спальнями просторные гостиные и отдельно хотела бы отметить шикарную шумоизоляцию очень толстые стены и покрытие в коридорах которые позволяют не отвлекаться на шумы внешние и абсолютно комфортное проживание в апартаментах как суточно так и длительно стоимость апартаментов для длительного проживания да есть в пандемии вы знаете очень много отелей я вот буду комментировать сразу вопросы длительное проживание это в основном наш основной сегмент с помощью срочной арены это давайте тогда вернемся немножко назад стоимость при длительном проживании это от 30 дней конечно длительное проживание это наш основной сегмент в низкий сезон и в период пандемии это было была основная загрузка там и 80 и 85 процентов мы загружали номерной фонд на длительную аренду длительная аренда начинается с сентября высокий сезон с мая по август мы конечно ориентируемся на суточных клиентов но есть клиенты которые остаются и на высокий сезон готовы платить более высокую цену чем в низкий стоимость аренды при длительном проживании от 50 тысяч рублей в месяц это стоимость студии полностью в той же комплектации в чем разница между суточным проживанием и и длительным длительное проживание от 30 дней и мы сдаем апартаменты до майских праздников заключаем контракт только на низкий сезон первоначальный от месяца до получается сейчас 9 месяцев стоимость аренды включена пользование имуществом то есть полностью всем наполнением уборка раз в неделю со сменой постельного белья и полотенец то есть практически гостиничный сервис с накрахмаленными постельным бельем и тем же сервисом с точки зрения уборки коммунальные услуги включены и интернет также включен по сути нет никаких дополнительных скрытых платежей и от 50 тысяч за студию с видом во двор вы можете подобрать себе апартамент студии с видом на реку мы также сдаем панорамные студии в исключительном порядке они чуть чуть дороже но в зимний период мы панорамные студии стараемся оставлять все-таки для суточных гостей потому что видовые характеристики даже в зимний период приоритетны двигаемся дальше здесь есть фотографии нескольких категорий как вы видите на картинках это категория студия с возможностью проживания двухместного то есть есть апартаменты с большой двухспальной кроватью либо к апартаменты с двумя раздельными которые можно соединить или разъединить очень удобно особенно в гостиничном варианте если это однополые проживают коллеги например тоже вот удобное расположение кровати можно разместить разделить либо соединить общий топпер кладется если при таких форматных в таком формате кровати либо есть кровати двуспальная с одним основанием что тоже очень удобно на картинке с не слева снизу вы видите примерная кухня кухня которая здесь представлена кухня из люкса где большой холодильник в студиях холодильник маленький но не мини бар а именно холодильник но без заморозилки на фотографии вы видите что есть еще духовка духовка это как раз категориях от люксов техника которая была установлена при строительстве при комплектации номеров это техника bosch высокого качества и если мы замену производим ну по истечению времени по а при амортизации в любом случае это нужно учитывать если происходят какие-то поломки мы заменяем на не менее качественную технику и стараемся держать тот уровень который был изначально заложен при строительстве апартаменты с одной двумя и тремя асфальными комнатами также имеются в наличии все мы по запросу клиента подбираем когда мы сдаем долгосрок конечно мы делаем предложение из нескольких апартаментов потому что бывает отличается кухня цветом либо это темно-серая либо белая и уже под предпочтение клиентов подбираем конкретный апартамент двигаемся дальше что мы предлагаем мы предлагаем коллаборацию для тех кто проживает у нас суточная или длительная тоже может интересно быть есть дом культуры льва лурья если кто-то знаком мы работаем в коллаборации с этим домом культуры по нестандартным интересным экскурсионным маршрутам которые отличаются являются авторскими конкретно а льва лурье и его команды также мы начали не добавил не успела добавить в презентацию начали также сотрудничество с компанией которая предоставляет услуги морских прогулок причинных прогулок компаниям с экскурсиями с индивидуальными также есть возможность на катамаранах доехать до петербурга вы кто был в санкт-петербурге знаете что в принципе со всех практически причалов можно отправиться в любую экскурсию по маршруту выбранному в следующем году мы ожидаем собственный причал в этом году мы тестировали это не совсем так долго но в целом тестирование прошло успешно и в следующем году я думаю что посадку высадку на подобные маршруты можно будет произвести непосредственно от отеля да это будет уникальное наше предложение которое я думаю будет дополнительным привлекательным моментом что мы еще предлагаем мы конечно предлагаем в этих красивых пространствах в интересных интерьерах предложение для молодоженов у нас есть и уже несколько примеров и несколько клиентов скажем так в основном в летний период конечно это пользуется спросом но за счет той красивой территории которой мы владеем и интересных внешних параметрах и скажем так фотогеничных интерьеров очень много проводят нас фотосессий видеосъемок также одним из наших клиентов является производители фильмов кинокомпании которые постоянно у нас проживают тоже используют наши интерьеры в своих картинах идеальное место с точки зрения как я уже сказала расположение и наполнение нашего объекта для молодожен мы делаем сюда индивидуальное предложение это и с ранними заездами с поздними выездами с комплиментами и апгрейдами до видовых панорамных апартаментов и люксов для того чтобы возможность произвести фотосессию сборы жениха и невесты все по наличию конечно всегда предоставляем по расположению как вы видите на картинке мы расположены на васильевском острове напротив крестовского острова и петроградской стороны ну и по сути все основные достопримечательности здесь минимальном количестве отображены но мы сделали разработали самостоятельную карту карту васильевского острова и карту санкт-петербурга которую предлагаем гостям по желанию бесплатно на заезде эту карту такую переносную мобильную удобную для карманного формата где отображены абсолютно все достопримечательности и возможность как туда доехать на васильевском острове как оказалось и как выяснилось я как человек новый в санкт-петербурге полтора года здесь всего живу но оказалось что васильевский остров тоже богат на достопримечательности и здесь отображено только вот два севкабельпорт и музей эра-арта на самом деле при пеших прогулках здесь очень много чего интересного можно посмотреть как вы знаете здесь расположен также морской порт севкабельпорт это новое пространство такое культурное развлекательное пространство и буквально недавно появилась информация в сми что вся питерская ночная ресторанная жизнь со знаменитых улиц и рубинштейна кирочная и думская будут перенесены всех кабельпорт так как подписан контракт и промышленные здания ранее промышленные здания которые находятся на территории севкабельпорт а будут перестроены и это пространство превратится как раз в точку ночной ресторанной жизни санкт-петербурга но это может быть и есть в этом мудрое решение потому что здесь менее населенный район меньше жилых домов что не будет мешать жителям города и достаточно шумное пространство будет находиться на берегу залива поэтому думаю что это будет интересный проект через пару-тройку лет аэропорт полково мы находимся в 25-30 минутах езды особенно это быстро поезда знаете что за западный скоростной диаметр платная дорога если через город то это достигает времени час 30 километров расстояние до аэропорта газпром арена 7 километров выставочный форум выставочный комплекс который сейчас в силу там определенных запретов в полной мере не функционирует но ранее вы знаете что очень много мероприятий проводилось на территории экспо формы надеюсь что мы вернемся к этой стандартной нашей жизни но для участников различных деловых мероприятий тоже преимущество 30 минут на автомобиле достаточно оптимально и достаточно быстро дворцовая площадь как я вам говорила 15-20 минут на автомобиле я думаю что для большого города это минимальное расстояние хотя все петербурге надо ходить конечно пешком и все исследовать досконально на такси особо не скажем как на такси невозможно прочувствовать эту всю красоту и историческую часть красивейшего города россии двигаемся дальше смотрю вопросов нет просто пропустим слайд потому что это информацию я уже раньше вам предоставила здесь с точки зрения расположения и доступности основных достопримечательностей здесь достопримечательностей на васильевском острове помимо севкабеля и музей раты есть еще интересное пространство это василь островский рынок я думаю что в больших городах эти пространства уже тоже стали появляться первое это был опыт в москве где представлены различные заведения с различными направлениями кухонь и можно достаточно комфортной обстановке попробовать что-то что душе угодно и по услугам которые мы предоставляем дополнительно сейчас здесь тоже не добавила у нас на территории появился барбершоп у нас появился салон красоты по сути пространство доклад со своей территории позволяет такие в такие периоды как пандемия быть обеспеченными полностью всеми сервисами всеми услугами территория закрыта но доступ для доставок имеется абсолютно все доставки продуктов или ресторанных из ресторанов еды все работать все доставляют круглосуточная охрана с точки зрения безопасности видеонаблюдения на всех этажах и по всей территории по периметру круглосуточный ресепшн как в любом нормальном отеле который обеспечивает наших гостей ежедневная уборка при суточном проживании при длительном проживании до еженедельная уборка причем еженедельная уборка назначается в дату в день когда удобно клиенту в летнее время у нас существует сезонный прокат велосипедов это основной вид транспорта в санкт-петербурге летом услуги химчистки прачечной и все что необходимо клиенту я бы хотела вас у вас спросить так как вы находитесь в регионах и ближе общаетесь с клиентом какие направления сейчас в россии российские направления наибольшим спросом пользуется понятно сочи красная поляна москва но кто наверное никогда не было обязательно должен побывать москве вы знаете я достаточно долгое время работала в сочи и как оказалось бывшие мои коллеги и друзья не все были в санкт-петербурге казань алтай кавказ там где море крым сочи с точки зрения транспортной доступности сейчас это все организовано все работает вот такие дальние расстояния как алтай урал калининград поднятно с точки зрения транспорта все ли удобно можно ли абсолютно безопасно добраться санкт-петербург дагестан вижу все на море хотят но я наверно думаю что мы с вами не исключение мы тоже хотим на море и всегда хочется восполниться и получить больше витамина d на на солнышке но уверена что и наши курорты достойные сейчас конечно слышала процент в сочи с сочи и в красной поляне в этом сезоне да и не только в сезоне надеюсь что ательеры будут более вразумительны потому что таким образом можно отбить все желание ездить на наш юг на наш прекрасный юг я очень люблю сочи очень люблю наше побережье и геленджик очень красивый город но честно скажу расстраиваюсь из-за того что наши авиаперевозчики и отельеры не позволяют сформировать продукт доступный для большинства людей это печально что с точки зрения стоимости нашего апарт-отеля цена в низкий сезон если это спецпредложение может достигать максимум 4 тысячи рублей то есть 33 500 3 800 цена бывает за студию если это высокий сезон конечно исключая периоды проведения крупных мероприятий таких как футбол в этом году до в следующем году у нас будет финала лиги чемпион в мае месяце обычный летний сезон обычный летний период студия будет стоить где-то в районе 6 6 с половиной 7 тысяч рублей панорамные студии конечно чуть дороже но при наличии мы всегда от видовой четвертый пятый шестой этаж до панорамной всегда мы предоставляем апгрейд есть промо код для тех участников которые сегодня были в наши на нашей презентации я отправлю по базе зарегистрированных и тех кто участвовал личное письмо с промо кодом который будет предоставлять вам скидку 18 процентов до следующего года то есть до мая если у вас будут клиенты или вы самостоятельно захотите побывать у нас и посетите посмотреть наш объект у вас будет спецпредложения ну и в индивидуальном порядке всегда можете обратиться ко мне адрес у вас будет контактный телефон и контактная почта пожалуйста даты открытые да вы можете всегда воспользоваться от открытого тарифа 18 процентов вас скидка будет поэтому промо коду предоставлено промо код в принципе уже работает я сегодня вам всем отправлю в личном сообщении и у нас есть конечно розыгрыш нет праздничные даты тоже будут включены имею ввиду новогодние даты сейчас пока вы сможете забронировать конечно ближе к новому году возможно мы закроем эту этот промо код но при остатке нескольких номеров это нормальная практика на данном этапе пока новый год не сильно бронирует но вы сможете воспользоваться этим на праздничные даты точно также и февраль и 8 марта и какие-то дополнительные 14 февраля будут впереди 4 ноября все эти даты открыты по промо коду пожалуйста бронируйте мы будем только рады и у нас есть сертификат который мы разыграем прямо сейчас среди тех кто внимательно слушал и те кто первый ответит на вопрос с подвохом получить сертификат на уикенд нашем объекте панорамном номере на любые даты точно так же до следующего года здесь мы исключим конечно в новогодние праздники но все остальные праздничные дни пожалуйста итак вопрос сколько кем да 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 молодцы но здесь будет сложно мне конечно выбрать я даже не успела прочитать вопрос у нас 1 ответила наталья шиманская я вижу что все ответы правильные кроме одного я посмотрю что можно будет сделать и возможно мы сделаем дополнительные подарки для тех кто для тех кто ответил правильно и слушал про слушал внимательно на самом деле мне очень приятно что мне удалось содержать ваше внимание до конца презентации то что вы ждали все таки этого розыгрыша и внимательно слушали какие еще как она могла знать вопрос был мне какой завод все правильно есть ответы с заводом разошлись мнения в в правильности до григорий написал правильно первый с заводом согласно в любом случае все видят что ответы были правильные с заводом давайте еще вопрос хорошо давайте еще вопрос сколько расстояние до стадиона в километрах до стадиона зенит 7 все правильно слушали внимательно первый ответил алексей в любом случае все вот ответы я посмотрю еще раз и каждому из вас будет отдельная какой-то за правильный ответ какой-то сюрприз от нас я думаю что после выгрузки чата да я еще дополнительно просмотрю все ответы и каждому из вас напишу прекрасно если есть какие-то еще вопросы мы не будем растягивать наше мероприятие на целый час всегда вы сможете обратиться ко мне напрямую ватсап на я телефоне почта все что необходимо какие-то индивидуальные запросы всегда готовы буду поделиться рассказать или что-то организовать да буду рада вашим вопросам пишите звоните и до новых встреч мы всех вас ждем в доклад саппорт отеле вы обязательно должны сами на себе этот продукт испробовать и попробовать чтобы рассказывать потом своим клиентам до контакты я отправлю в личной почте каждому из вас можете здесь написать на самом деле при регистрации скорее всего вы указывали поэтому здесь мне техническая поддержка показывает что я смогу выглядеть вы выгрузить потом базу и всем вам отправить спасибо вам всем хорошего 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 хорошей недели и всего всего наилучшего самое главное берегите себя из своих здоровья своих близких всем крепкого здоровья спасибо а сейчас я попрошу техническую поддержку тогда включить видео это наш небольшой ролик до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok